Ураганная стихия обрушилась на несколько центральных регионов России. Бушевала непогода и в Тверской области. Так, ночью 27 марта порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Они сопровождались мокрым снегом. Кроме того, из-за непогоды обрывались провода и срывало дорожные знаки. Чего еще ждать от погоды на предстоящей неделе в сюжете Натальи Чекет. В воскресенье утром шторм срывал и валил дорожные знаки в Твери. Так, на улице Вакжанова сильным ветром сорвало несколько дорожных знаков. В момент инцидента попал на видеорегистратор проезжающей машины. Во многих местных группах ВКонтакте появились фотографии лежащих на земле дорожных указателей и баннеров. На площади Мира в Заволжье ветром снесло знак «Главная дорога». А около моста через Тьмаку в центральном районе шторм завалил знак «Остановка запрещена» вместе с металлическим столбом. Утро понедельника выдалось менее ветреным, но не менее промозглым. В начале недели жители Твери снова почувствовали на себе все прелести зимы. Снег, промозглый ветер и высокая влажность. Однако, как говорят синоптики, это продлится недолго. Такое резкое изменение погоды с теплой на холодную связано с мощным циклоном, который пронзил территорию центра страны с севера-запада на восток. А вслед за ним пришел арктический холодный воздух, который принес похолодание и снег. По прогнозу гидромедцентра в ближайшие три дня ожидать изменений не стоит. В дневные часы к нулю слабо положительные будут, поэтому, конечно, значительного таяния снега мы пока не ожидаем. Ну а дальше будем ждать, когда температура с приходом апреля начнет уже повышаться довольно-таки значительно. И солнце уже будет греть более сильно. Тогда мы будем иметь более интенсивное таяние снежного покрова. В ближайшие два дня сильных осадков не ожидается. Ночью температура будет минус 5-10 градусов, а днем ближе к нулю от минус 2 до плюс 3. Наступающий апрель при этом прогнозируется теплее обычного, но ожидается большое количество осадков.